Модуль с банкоматом стал жильем для бомжа. В самом центре Ярославля бездомный мужчина нашел необычное, но весьма комфортное место для ночлега. Его появление рядом с автоматом для выдачи денег создало большие неудобства для пользователей. Сегодня к модулю, ставшему местом зимовки, отправилась наша съемочная группа. Я сегодня с утра пришла, попыталась попасть в этот, не знаю как назвать этот ларек. Было закрыто, очевидно было заблокировано, потому что там был бомж. Там было нагажено, там был в горах мусора. Степлянный модуль с банкоматом на остановке вблизи Красной площади облюбовал для проживания какой-то бомж. Даже мороз там тепло, стекла тонированные, чем не место для ночлега. Тут бездомный и спал, и ел, исправлял все надобности. К моменту появления нашей съемочной группы бомж сбежал, и его разыскивала полиция. Туда обратились представители банка, которым не понравилось появление неожиданного новосела. К сожалению, один из этих бомжей имел карту. По-видимому, он получает пособие, может быть, по безработице. Поэтому он воспользовался правом туда входа в этот модуль, ну и, соответственно, оккупировал его на правах, как в своей там собственности. Сейчас у нас будут предприняты все меры. Скорее всего, мы сейчас заключим договор с неведомственной охраной. Для того, чтобы, проезжая по улице и, соответственно, контролируя ситуацию под охраняемым объектом, они заезжали туда и контролировали эти модули с точки зрения нахождения там вот таких элементов социальных. Все модули подключены к системе видеонаблюдения, и то, что там происходит, фиксируют видеозапись. После визита незваного гостя помещение тщательно отмыли. Ход в него теперь строго по банковской карте. Да, есть определенные неудобства. Может быть, именно морозы в 30-ти градусные какое-то устройство может сбоить, и не с первого раза разрешить туда доступ, потому что мороз есть мороз. Но с точки зрения безопасности, комфорта, чистоты и порядка мы пойдем на то, чтобы модули сейчас закрыть, именно санкционировать доступ только с помощью банковской карты туда. Очевидно, что проблема бездомных сегодня остро ощущается в обществе, и ее надо решать. Если не приобщить этих людей к нормальной жизни, то существование рядом с ними становится настоящим испытанием для всех окружающих.